Новая реальность после вторжения России заставляет каждого украинца кардинально перестраивать свою жизнь. Взрослые решают, что лучше – оставаться в родном городе или бежать подальше от войны. Дети вместо уроков в школе учатся разбираться в военной технике. Каждый максимально сосредоточен на одном – выживании. Сейчас каждому, даже тем, кто живет в пока мирных городах, важно помнить, что делать, когда начался обстрел. Причем в зависимости от того, из какого вооружения стреляют, правила выживания немного отличаются. Что делать, если вы находитесь на улице? Если слышите долгий и протяжный свист, вероятнее всего, это мина. Чтобы выжить, нужно найти любое углубление. Так что осмотритесь, падайте в ближайшую яму и закройте голову руками. Нужно успеть сориентироваться и укрыться за 2-5 секунд. При выстреле из гаубицы звук очень похожий. Алгоритм ваших действий должен быть тоже таким же, но в этом случае времени у вас еще меньше. Так что, как только услышали свист, сразу ложитесь. Град звучит как шуршание и в безветренную погоду его слышно издалека. Чтобы укрыться, у вас есть около 15 секунд. Можете добежать до укрытия, если оно рядом, или опять-таки ищите яму. Первый выстрел из танка услышать сложно. К тому же танк разрывает все в радиусе 7 метров. Вероятность выжить небольшая, но перезарядка занимает примерно 5 секунд. В этот момент прячьтесь в укрытие или ложитесь. Если работает смерч, то звук похож на истребитель. Это оружие бьет на расстояние до 5 метров. Можете выжить, если упадете и будете лежать. Если у вас частный дом, стоит вырыть окоп, он будет хорошим укрытием. Тогда только прямое попадание снаряда может быть смертельным. Если во время обстрела вы оказались дома, укройтесь во внутренней комнате с минимальным количеством наружных стен и окон. Вас могут спасти две стены, лучше несущие. В первый попадает снаряд, вторая защищает от осколков. Сядьте во внутренний угол комнаты, ниже уровня окон и не напротив двери. Несмотря на то, что многие прячутся в ванной или туалете, это опасно. Нужно держаться подальше от керамики, фарфора и битого стекла. Довольно безопасным при обстрелах считают тамбур или внутреннюю лестничную площадку без окон и наружных стен. Если живете на верхнем этаже, спуститесь ниже, но не пользуйтесь лифтом. Самое эффективное место для укрытия – бомбоубежище, но в Украине их на всех не хватает. Люди прячутся в подвалах, а это небезопасно. При авиаударе подвал может просто завалить. В них совершенно не учитываются правила безопасности, нет второго выхода, снаряд может пробить трубу с горячей водой. Также важные советы. При авиаударах самые опасные – верхние этажи, особенно крыши домов. При уличных перестрелках или работе танка лучше покинуть нижние этажи. Заклейте дома окна скотчем, если еще этого не сделали. Также можно заложить их одеялами или мешками с песком. Если находитесь дома, накройтесь одеялом. При обстреле оно защитит от осколков. При обстреле не только закрывайте голову и уши, но и открывайте рот. Это убережет ваши барабанные перепонки и защитит от контузии. После обстрела не вставайте сразу. Подождите хотя бы 5 минут. Мониторьте в соцсетях страницы государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Офиса президента службы безопасности. На них часто публикуют инфографики с алгоритмом, что делать при обстрелах. Ссылки мы оставим в описании под видео.